К нам присоединяется Юси Континен, финский журналист, который более 10 лет работал в России. Юси, приветствуем вас. Здравствуйте. 10 лет проработать в России. Вы даже, по-моему, там недвижимостью обзавелись, дачу себе приобрели. И тут вдруг вас лишают аккредитации. Почему? Ну, это не лично только меня, а вообще все журналистов из так называемых недружеств. Для них стран, для России, как Россия это сейчас понимает, страны Евросоюза в том числе, только московские корреспонденты пока могут работать, а все остальные, как и я, которые долгие годы посещал страну, нам аккредитацию не продлевают сейчас. А где-то в последний раз в Россию ездили. Как прошла эта поездка? Ну, я съездил в мае, как раз мне дали аккредитацию. Я случайно ее получил за 10 дней до начала войны, потому что, наверное, сам российский МИД не знал тогда, что будет война. Это же был секрет и в самой России. Вот. И аккредитация закончилась в мае, и я решил как раз воспользоваться и поехать на последнюю поездку на неделю в Россию. Посмотреть, как там воспринимают войну. Здесь фотографию вы сделали. Попрошу коллег показать. Вот, если можно, прокомментируйте. Вот мальчик с деревянным автоматом на параде в честь Дня Победы. Это город Пятигорск. Я так правильно понимаю, вы вот по городам ездили и смотрели, как у россиян поменялось отношение в ходе войны. Что заметили интересного? Вот, может, даже про детей расскажете, что вы наблюдали? Да, ну, это из парада Победы. Вот там, конечно, очень много было молодых людей, девушек, которые входят в так называемую юн-армию. Ну, в России же эта военизация, милитаризация общества идет уже давно. Вот. И этот парад тоже был показатель. Вот. Тем не менее, конечно, у людей всякое разное отношение к войне там. Но вообще люди предпочитают об этом молчать. То есть надо даже немножко заставлять людей об этом говорить. Ну, люди считают, что это опасно. Вот. Свободно могут говорить те, которые поддерживают эту спецоперацию, как это в России называется. А молчат, конечно, как правило, больше те, которые либо против, либо не уверены. Юси, очень много говорят о существовании некой загадочной русской души. Вот за 10 лет работы на территории Российской Федерации вы смогли дать себе ответ на вопрос, что это такое? Русская душа, наверное, это такое загадкой осталось. Вот. Я с Россией связано очень много разных мифов. И я не хотел бы участвовать в этой мифологизации. Вот. Как-то лучше смотреть на вещи. Ну, давайте, смотрите. Если вы говорите про мифы, то как бы миф это то, что не является правдой. То, что придумано. Вот. Основной или для вас вывод или разрушенный миф, который говорят о русских. Возможно, сами русские, но это не является правдой. Вот вы какой сделали вывод? Опять-таки, ваше субъективное мнение. Про русскую душу? Не обязательно. Вообще, любое из тех представлений, которые сегодня, ну или еще до недавнего времени, были в мировом сообществе относительно россиян. Как сказать? Вот у нас тоже в Финляндии было принято считать, что во всем виноват Путин, но не обычные россияне. Вот. Ну, конечно, сейчас отношение немножко менялось, когда видели результаты опросов, где там подавляющее большинство россиян поддерживают и Путина, и спецоперацию. Но я думаю, все-таки, я не слишком доверяю этим вопросам, к счастью, потому что в этой ситуации россияне, как я уже говорил, больше предпочитают промалчивать про их истинные взгляды. Я думаю, что там реально сильно поддерживающих войну где-то процентов 20. Юси, а вот вы рассказывали о том, как последний раз были в конце февраля, начале марта на границе России с Украиной в Белгороде, и о том, как видели вот эти танки, которые идут с буквой Z на территорию Украины обстреливать украинские мирные города. И вы отмечаете, что местные жители ходили мрачными, и они общались, общаться с журналистами отказывались. С чем связано то, что люди, которые реально находятся у прифронтовой зоны и реально через их города проходит военная техника, настолько мрачны, настолько, я так понимаю, не поддерживают то, что делает Россия, от, возможно, центральных регионов, где вы катались, где люди находятся намного дальше от войны. Вы для себя эту дефиницию отмечали? Ну да, конечно, в приграничных территориях, как в Белгороде, люди понимают, что это война, они это видят, они это чувствуют. И что самое важное, они понимают, что это может касаться и их самих. Поэтому там обстановка совершенно другая, чем, скажем, в Петербурге, который очень далеко от фронта, вот, в котором не так много молодых людей служат в армии, вот. И где, как будто сейчас царит такое фальшивое ощущение нормальности, как будто жизнь продолжается, несмотря на санкции, несмотря на спецоперацию войны, вот, продолжается, как было пока. Ну, это их позже будет касаться. Понятно, война начинает касаться только, когда это касается твоего родного дома, и в Белгороде это хорошо понимают. Юси, скажите, вот, что сейчас между финнами и русскими происходит? Почему Финляндия все-таки решила стать членом НАТО? Что для вас, как для финна, это означает на вот таком отношении между двумя государствами? Ну, на самом деле, большинство финнов до недавних времен не поддерживало членство в НАТО, потому что думали, что мы и так сойдем, вот, как-то с русскими ладим, вот. Ну, у нас, мы всегда говорили, что у нас есть всегда возможность подать на членство в НАТО, и, конечно, что может еще являться способом, если не война России против соседней страны, Украины. Конечно, в этой ситуации все делали выводы, и сейчас поддержка членства НАТО очень высокая и растет, несмотря на там препятствия, которые Турция, некоторые нам сочинает. Ну, насколько мы понимаем, эти препятствия уже отходят на второй план, поскольку все, мы предоставили именно те условия, которые вы хотели относительно НАТО. Я имею в виду Финляндию, я имею в виду сейчас другие страны Балтии. Вопрос довольно личный, но тем не менее, если сможете ответить, ответьте, пожалуйста, нет, поймем. Что вы думаете о Путине? Ну, я думаю, что даже не надо тут ничего думать. Здесь, конечно, есть достаточно фактов уже 2014 года, что он военный преступник, и он должен быть предан суду. Но это понимание было уже в 2014 году, то есть, по сути дела, в течение 8 лет вы работали в государстве, президентом которого является военный преступник. Да, я так думал уже в 2014 году. Но я ездил в Россию и даже там жил некоторое время, с 2016 по 2018 год. Да, так журналистам приходится работать в разных условиях. Юсти, можно вот еще попросить вас прокомментировать одну фотографию? Я так понимаю, что вы ее автор. Вот мы сейчас видим семью. Это, опять же, таки Пятигорск, если я не ошибаюсь, поправьте, если неверно. День Победы. Абсолютно вся семья одета в символику Z, георгиевские ленты. Ну, в общем, чего тут только нет из набора пропагандистских штампов. И видим, что маленький мальчик тоже с символикой Z, 9 мая. Скажите, а вот из того, что вы встречали в России, им нравится то, что происходит с ними с точки зрения идеологии? С точки зрения идеологии? Да, вот то, как они мыслят сейчас, и вот эта история с деды воевали, можем повторить. То есть, это только усиливается сейчас? Или это вызывает, может, некое раздражение у части населения? У многих вызывает раздражение, отторжение. Но, к сожалению, в этот момент это раздражение никак нельзя выражать в России. Поэтому там тишина. Есть такие, как вот эта семья. Ну, как я думаю, вот по моим ощущениям, я же разговаривал там очень многими людьми с людьми, вот как бы даже заставлял их обсуждать эту тему. И я думаю, что реальная сильная поддержка до 20% вот этой войны. Юси, спасибо вам большое. Спасибо. Юси Континен, финский журналист, который более 10 лет работал на территории Российской Федерации, вскоре был лишен аккредитации, был с нами на прямой связи. Юси Континен, финский журналист.